Всем привет дорогие друзья, с вами Фёствун и мы продолжаем играть в Гроу Касл. Итак, ребятки, в общем тут за кадром буквально капельку поиграл, потестил. Мне просто тут один парень советовал взять вот белого мага, я собственно говоря это сделал, поставил его между нашими магичками. Этот белый маг он хорош тем, что он понижает кулдаун героев и это соответственно означает для нас, что вот эти наши герои, они же большинство как бы автоматически сами призывают каких-то там наемников. Наш Зевс автоматически бьет молниями, а с повышенным кулдауном они будут делать это чаще, быстрее, ну и соответственно мы получим больше ДПС. Чуть-чуть качнул наше дерево до семерки, потому что мне кажется вот это как бы дерево и трофейни, их надо прокачать как можно быстрее, чтобы ну опять же быстрее у нас шло развитие. Они нам дают больший процент прибавки золота и больший процент прибавки опыта, то есть ну все что нужно, чтобы быстрее качаться. Также в целом у нас есть еще вот знаете такие два героя, ну их бы тоже было неплохо бы прокачать, поставить. Это ну как бы два героя с барабанами, которые тоже вот как вот эти деревья повышают приход Экспы и приход золота. Ну это я наверное маленько попозже героями займусь, пока что вот эти вот два здания прокачаем. Ну хотя можно конечно и героев куда-то поставить, но с другой стороны нам как бы из-за того, что мы сейчас качаемся на опыт, качаемся на золото, а не на урон, нам довольно-таки сложно будет проходить волны. Также я тут кое о чем подумал. Помните, когда я играл в Grow Empire Rome, я там за кадром просто оставлял игру включенной и мне постоянно приходили деньги, ну то есть тут периодически капают деньги за захваченные колонии. Что в Grow Empire Rome, что в Grow Castle, здесь вот периодически приезжает такая тележка с золотом, ударяется об нашу башню, приносит нам голду. В принципе я бы мог, да, за кадром как бы просто оставить игру включенной и золото бы маленько капало, но я решил, что будем все-таки развиваться как бы онлайн во время видео. Но потом, я думаю, чуть позже мы будем к этой уловке уже прибегать. У нас уже 37-я волна, наши ребята уже не так хорошо справляются с противниками. Давай, ускоряй тут всех. А, надо еще вот так вот, вот так будет побыстрее. Победа. О, рекламка. Так, деньги приводили. Ну что ж, я думаю, на деньги мы сделаем, чтобы к нам приходило еще больше денег. Прокачаем вот этот вот золотой кубок до шестого уровня и давайте дальше. Давайте, ребятки, катапульты главное сносить, типа, быстрее, а то они нас сейчас сами снесут. Там уже новая партия катапульт. Мы таким макаром можем не успеть отбиться. 300 хп всего. А я убрал еще всех этих героев, которые у меня там раньше могли там молнии пустить или еще что-нибудь там, суккуб, который превращал в своих. Так, у нас уровень. Бонусную голду, конечно же, себе повысим. Пока что вот качаем то, что нам поможет быстрее качаться. То есть, вкидываем, грубо говоря, деньги на развитие. Блин, они нас сейчас так заколупают. Видите, поражение. Но это плоды. Наше поражение это плоды вот этой нашей политики прокачки. Что мы не вкидываемся сейчас в урон, а максимум вкидываемся в развитие. Ну, может быть, что-нибудь... А давайте этот, чуть-чуть замок качну. О, еще двух героев могу поставить. Блин, это все, конечно, очень хорошо. Но я опять же хочу еще больше в развитие вкинуться. То есть, вот этого поставить, который даст нам больше экспы парня. Ну и второй слот, он пока что у нас пустует. Но у нас есть, я не знаю, кто у нас есть. У нас есть, опять же, наша суккубиха, как вариант. Можем ее временно поставить. Ну, мне не нравится ее вот эта дзынь-дзынь постоянная. Это еще, знаете, вам ее обычно чуть потише. О, все равно, да, поражение не справились. Ну, ничего. Тут, кстати, в игре как бы это вообще не важно. Поражение, не поражение. Тут как бы весь смак в том, что поражение или нет, вы все равно зарабатываете деньги. Все равно зарабатываете опыт. Ну, вы, правда, тем не менее, пробуйте эту волну раз за разом, на которой провисли. Так, вот, получаем еще опыт. И для меня это как бы, ну, не особо важно. То есть, справляемся мы сейчас или нет. Для меня важно вот сейчас именно, что мы набиваем деньги сейчас здесь. Да, и, кстати, я поставлю даже сейчас еще одного героя с барабанщиком, чтобы мы набивали этих денег еще больше. Так, 3900, а сколько ваше улучшение будет стоить? По 3500 за улучшение. А, ну, постройки дороже нам сейчас обходятся. Так что, наверное, лучше я этих парней как раз сейчас попрокачиваю. О, рекламка. Так, хорошо, пришли денежки, уже 12 тысяч. Может быть, что-нибудь прокачать такое, чтобы это, все-таки пройти эту волну. Знаете, что можно прокачать? Вот я точно знаю, вот этот вот змей, он очень много урона наносит за 7500. Я его могу поставить, но как бы вот так сейчас купить временно. У нас потом все равно, я знаю, что здесь появятся еще две ячейки. Вот в одной из них будет стоять вот этот змеюка наш. Кстати, сколько стоит твое улучшение? 6500 сразу. Дорогой товарищ, прям дорогое удовольствие. Допустим, того же самого Зевса. 6500 стоит прокачать. Мы, наверное, давайте просто прокачаем наш кассел. Чуть-чуть на... И чуть-чуть наших лучников. И вот теперь попробуем еще раз с таким набором. Ну, можно там, как вариант, еще суккубику поставить. Я не знаю, чтобы вот прямо попробовать сейчас одолеть эту волну, с которой мы сейчас не справляемся. Хотя это всего лишь... Ну, я не знаю, это не сложная волна. Дело просто в том, что я в основном сейчас вот именно деньги все вкидываю не в урон, а в развитии. Поэтому вот мы как бы так не справлялись. Но сейчас вот, видите, уже вроде как нормально все идет. Катапульта, по крайней мере, первую волну катапульта мы быстро отбили. А все благодаря вот этому языку, я думаю, который мы поставили. Потому что если мы сейчас посмотрим по урону, смотрите, он на первом месте. Вот эта постройка, она прям дамажит, дай бог, каждому. 28% всего урона пришлось на этот язык. Поэтому я думаю, а суккубиха все равно она не такая модная, да? Где она там у нас? Она в самом низу, короче. Поэтому вместо нее, пускай лучше все же стоит парень с барабаном, а от него толку как бы нам будет больше. От него нам будет бонусное экспо. Я даже не знаю, урон-то он, наверное, никакой не наносит, да? То есть он просто нам экспо дает. Как бы его даже в боевых результатах нету. Получаем еще дополнительно опыт. Давайте вкинем его на монетки. И у нас, ребятки, сейчас, по-моему, какая-то это, да? Такая волна круглая. Слушайте, а вот здесь даже не пишут, да, какая волна между волнами. Смотрите, крышу добавили нашему дому. Давайте батл. Вот он, босс пошел. Этого босса мы сейчас пробьем. Ну, в основном, благодаря вот этому нашему языку. Ну, и, ребята, сейчас думаю, я все-таки язык временно уберу. Все же мне важен сейчас именно опыт. Пускай мы будем даже не справляться с волнами, нам придется их повторять, но нам важен, важен это, важна, важна прокачка в первую очередь в данный момент. Как бы язык, мы его купили, и это ничего страшного, мы его потом сможем поставить, когда он нам пригодится. Но без него уже, видите, тяжко уже там катапульты наседают. Вон еще катапульты наседают, давайте их, уничтожайте, защищайте базу. С трудом, но отбили. Отлично, и рекламка. Так, за рекламку дали денег. Знаете, что я, кстати, хотел? Я хотел вот этого белого мага прокачать, но его надо прокачать до 11 уровня, и это, блин, дорого. У меня сейчас столько денег нет. Ну, то есть там качаешь до 11 уровня, потом его эволюционируешь, на это тратишь кристаллики. Я просто думал, куда бы мне потратить кристаллики, потому что 60 это максимум, но, блин, похоже, пока что не сюда. На это надо слишком много денег. Поэтому мы сейчас просто прокачаем наших героев. Пускай они нам дают больше экспы, пускай они нам дают больше золота. Это нам очень поможет. Это нам, правда, не дает урона по монстрам, но это даст нам урон по монстрам в перспективе, потом, в будущем. Как бы сейчас тяжело, потом будет просто. Отлично, победа. Хотя так это на последних хитах. Еще больше золота, давайте. Плюс 20% прибавка голды. И снова в бой. Сейчас уже можем даже не справиться. Мы с прошлой-то волной еле справились. Он видит, да, она сейчас эти катапульты затекает. Хотя тут катапульт почти не осталось. Давайте маленько, чуть-чуть еще апнем в замок. Апнем чуть-чуть наших лучников. И попробуем еще раз. Ого, тут катапульт приехала. Так, зато мы получаем еще один уровень. Теперь у нас плюс 22% золота. Не, знаете, эту волну на самом деле можно очень легко пройти. Знаете как? Вот так вот. Просто ставим этот, ставим наш язык, который мы купили. И все, и волна будет пройдена. Это 100%. У него там дамаг, мама, не горюй. Победа. Ну, блин, с языком как бы мы теряем вот этот бонус трофея. А это дополнительное золото. А нам все-таки надо золото. Нам сейчас надо качаться. Поэтому мне как бы все равно. Я могу и проигрывать волны. Даже в проигрыше вы зарабатываете деньги. Ну, можно сейчас маленько потратить деньги на развитие базы. Я точно не помню до какого уровня там надо качать. Но там немного надо качать, чтобы здесь появилась возможность вот как раз поставить язык и еще какую-нибудь постройку. Точнее, не знаю, почему я его языком зову. Это же червь. Просто мне вот этот вот язык напоминает такой. Ля-ля-ля-ля-ля. А мы-то вот этого вообще поставили. Ну, такой все равно, как я не знаю. Червячок такой. Так, ладно. Что у нас? 19 тысяч. Еще дополнительно уровень. Отлично. 19 тысяч. Я думаю, давайте, да. Качаем замок сейчас. Кстати, мне нравится, что меняется. Вот, видите, вот, у нас появилась теперь возможность поставить пушку сюда. Можем еще какую-нибудь припендюрить, я не знаю, там, молниями бьющую или там огнем, допустим. Но молниями 2000 стоит. Мне кажется, вот это крутая вещь. Она, ну, это типа такая бышка бьет по воздушным целям. И есть барак. 7500 стоит. Ну, я не знаю, он дорого стоит. Может быть, он получше все-таки будет, чем башня молнии. Не знаю, оставляйте в комментариях, что вы тут считаете лучшим оружием. Мне кажется, вот потом, по крайней мере, я заметил, что в начале игры нету проблем с летающими монстрами. А потом она, наверное, будет. И нам, скорее всего, вот этот тарат понадобится. Но бараки, я думаю, тоже вещь нужная. Давайте я на первое время поставлю бараки. В них будут просто спауниться бойцы. Не знаю, насколько это эффективно. Может быть, эффективнее все-таки там стоять башню с молниями, чем бараки. Но пусть будет. По крайней мере, барак, мне кажется, он должен помогать вот на этой, на глобальной карте. Кстати, мы про это маленько забыли. А давайте что, давайте сходим, посмотрим. Вот мы здесь захватили одну деревню. Можем вот еще одну, допустим, захватить. Колония дает 530 золота каждые 60 секунд. Что нам? Лишнее золото, что ли? Вот, на таких картах, мне кажется, барак прямо должен помогать. Чтобы больше бойцов, проще вот, как бы, я не знаю, затанковать, прорваться и напасть. Ибо и у них постоянно появляются бойцы. Ну и у нас, вроде как, тоже должны постоянно появляться бойцы. Чтобы их передамаживать. Продолжение следует... Нет, вообще стоит, как будто ничего не делает. Но он, как бы, вот этого голема призывает и все. Так же, как друид. А дальше просто стоит и смотрит. Хотя, может, если его развить, многие, знаете, герои, я замечаю, что... А если их эволюционировать, то у них там какие-то скиллы могут появляться активные или что-то в этом роде. Ну, знаете, вроде это было несложно. Враги по нам еще ни разу не ударили. Мы уже им почти полностью снесли замок. Но это занимает какое-то определенное время. И мне кажется, может быть, на глобальную карту выгоднее все же прийти чуть попозже, когда мы уже прокачаемся побольше, чтобы так долго не париться. Не тратить так много времени на снос. А потом чуть попозже еще разобьемся и будем сносить вообще быстро эти здания на ура. Так. Ну, зато мы сейчас получили дополнительную колонию, да, и получили дополнительную голду. Можем еще ее развивать, эту колонию, за нашу голду. Ну, то есть, приносит сейчас 530 монет, тратим 636, и она приносит 537. На 7 монеток больше. Казалось бы, немного, но в сумме, что там, через какое-то время она окупит то, что мы потратили на ее улучшение. Есть тут также еще, знаете, помимо захвата колонии, ну, вот эта вот колония, а есть вот такие вот, ну, это после 80-й, да, волны нам будет доступно. Я даже не знаю, на какой мы сейчас волне, но нам, наверное, пока что туда рано. Мы сейчас на какой? Мы сейчас на 44-й. Ребятки, давайте, отбивайтесь. Нам сейчас еще катапульты, по идее, должны пойти, вот. О, рекламка. Так, отлично, рекламу посмотрели. Вон еще нам эти лего прут. Кстати, сколько сейчас будет? Уже 947 зарабатываем. А что, неплохо? Нет, все-таки вот интересно, вот это на глобальной карте, допустим, вот эта вещь. Я могу сюда нападать, я думал, что это после 80-й волны. Нет, эти щитки, что-то они другое значат. Я не уверен, что здесь мы, наверное, не справимся, да? Да, они нас слишком сильно одолевают. Ладно, вернемся тогда сюда позже. Пока что просто подкачаемся. Ну, и именно подкачаемся, то, что связано все же с развитием. Начнем с наших героев. За 6 тысяч, за 7 тысяч. И ты тоже. 6 тысяч, 7 тысяч. 45-я волна. Это что за рок? Монстры будут появляться на 30% быстрее. А, просто увеличение скорости. Мы, типа, сейчас в 2 раза ускоряем скорость. А может быть, все еще на 30% быстрее. Но, надо доплатить. О, герой пошел. Ребята, мочите босса. Отлично. Победа. Так, что прокачаем? Этих качать уже по 8 тысяч на каждого героя. А на постройке сколько? Тоже 8 тысяч. В принципе, смотрите. Вот сейчас за 10 тысяч я получу... Ну, а там, по-моему, плюс 2% с каждой прокачкой. Что герой, что постройки. Если я не ошибаюсь. Победа. Победа. Это рано. Праздновать денег мы не заработали. Скоро уже 50-я волна. Там, наверное, посложнее будет. Так, замечательно. Посмотрели рекламу, получили деньги. Причем еще, я так понимаю, опыт тоже дают за рекламу. Потому что у нас вот здесь одно СП появилось. Плюс монетки. Да, конечно же. В общем, денег, денег нормально. Дерево можем улучшить еще раз. И можем трофейное улучшить. Так, осталось 9 тысяч. Ладно, пойдемте еще зарабатывать. Гоем все-таки я не уверен в его эффективности. Он вроде такой бьет, бьет. Но насколько он... Надо сейчас посмотреть все-таки. Кто у нас сколько дамажит. Кто у нас сколько дамажит. Голем наш. Где там наш голем? Вот он. Но он на пятом месте. Вот тут он даже, в принципе, обгоняет всех этих Дороти, Алис. Так что, ну да, он имеет свой вес. На первом месте даже вот сейчас вышли лучники. На втором месте этот наш червячок. На третьем месте Зевс. 49-я волна. Следующая будет 50-й. Блин, нам уже на этой волне не сладко. На 50-й, я думаю, нас порвут. Так, 12 тысяч у нас. Ну давайте еще маленько улучшим наш замок. Смотрите, какая-то вышка появилась. И улучшим, ну и не знаю что, маленько наших лучников. Просто, чтобы подготовиться. Можем даже вот сюда воткнуть, как вариант. Типа мы такие, ох, боимся, надо подготовиться. Пускай здесь будет сейчас наша Сукубиха. Не знаю, поможет она нам особо или нет. Толку-то от нее, как мы видели, мало. Я думаю, не пройдем сейчас 50-ю волну. Скорее всего, мне кажется, нет. Хотя, пока что справляемся. А, как бы это. Убиваем врагов еще на подступах. Пошел босс. Ребята, босса, босса бейте. Да, молодцы, справляются. Победа. О, и видосик на 21 тысячу. Так, нормально, ребята. Бабла нам заплатили как следует. 28 тысяч у нас есть. Так что давайте вернем нашего барабанщика на родину. Так, а какой у нас? Это его красный барабанщик. А, этот с волосами, а тот без. Так, и давайте, наверное, сразу вот этого прокачаем за 8 тысяч. Да, и за 10 тоже. За 10 этого. За 10 этого. Смотрите, на 21 уровне их можно вот будет в таких трубачей прокачать. И они тогда еще смогут, помимо всего прочего, у них появятся скиллы. То есть он будет приносить и голду, и будет добавлять еще... Ну, будет лечить лидеров И призванных существ. Да? А ты что сможешь сделать? А это ты сможешь, да? А вот этот с желтыми волосами, точнее, что сможет делать? Когда он, короче, дует в трубу... Это у него такой будет скилл. Монстры... Начнут приходить, что-то такое. Wave Jump плюс 1. Я не знаю. Какой-то, я не знаю, как будто шанс призвать волну монстров. Я не знаю, какая-то странная вещь. Непонятно. Непонятно, что нам предлагают. Если честно. И я, видите, еще что вижу. У нас 60 сейчас кристалликов. Но вот эти кристаллы, они тратятся на то, чтобы улучшать каких-то героев. Я надеялся вот этого белого мага улучшить. Но, блин, дорого. Нам надо его докачать до 11 уровня, прежде чем улучшать. А там уже сейчас 14 тысяч. Короче, не знаю, куда потратить эти кристаллики. Реально, ей-богу, не знаю. Кристаллы можно тратить на промоушен. Может быть, на что-то еще. Ну, вот здесь, допустим, есть 5 вейв. Не знаю, что это. Монстров плюс 10%. Но я не знаю, что-то дельное мы взяли или нет. Я вот смотрю, у нас монстры сносят. Нас сейчас снесут эти все. Монстров стало больше. Получили мы опыт. И я что-то нифига не понял. Как были... Наверное, это... Наверное, если бы мы справились... То есть монстры стали круче, да, там. Но если бы мы справились, мы бы, наверное, перепрыгнули на несколько волн вперед. Что-то в этом роде. Без понятия. Ну, по-моему, мы просто кристаллы потратили зазря. Но это не беда. Да, мы их все равно сейчас наберем. Мне их вот, я не знаю, кроме как на это, вроде как будто бы и тратить не на что. Ну, может быть, золото можно за кристаллы было взять. Давайте посмотрим. Золото. Так. Ну, за рубли можно взять. А вот за самоцветы... Самоцветы тоже можно взять за рубли. И... А, вот, смотрите, ребят. У нас появился слот для героя. Можем за 50 тысяч голды... Блин, 50 тысяч. Это не копейки. Их сначала набить надо. Ну, ладно, давайте. Мы сейчас будем на это работать. Потому что герои-то вроде как круто. Мне вот, кстати, нравится, как здесь сделана реклама. Вот здесь реклама... Вот, 20 тысяч. Она доставляет удовольствие. Ты сам ее смотришь за эти 20 тысяч. Тебя никто не заставляет. А вот, допустим, в той же самой Grow Empire Rome, в которую я играл до этого, рекламу тебе втюхивали прямо специально посмотреть без твоего спроса. Это, во-первых, раздражало. Во-вторых, помните, я говорил, что я хотел сделать автокликер, который бы за меня проходил бы волны и тем самым, ну, как бы зарабатывал бы там деньги. То есть сам автоматически проходил бы волны. Я сделал этот автокликер. Он замечательно работал, но была одна проблема. Я там, знаете, я сразу знал, что... Ну, вот это я про другую игру говорю. Grow Castle. Ну, там... Ой, Grow Empire Rome. Но там принцип похожий. Но я сделал там такой автокликер, который сжал все, что надо. Ну, то есть он запомнил движение моей мышки. Отбивал волну... Ну, там, типа, волну. И потом я даже сразу это предугадал, что иногда в волнах будет выплывать реклама. Я даже специально такой посидел, подождал там несколько секунд. Ну, типа, что реклама закончится. И такое сделал движение, как будто я закрываю крестик в верхнем правом углу. Ну, когда там, типа, реклама. Хотите перейти на сайт рекламодателя? Типа, закрываю крестик. Типа, нет. И потом опять, ну, там весь этот мой... Вот этот автоклик. Цикл повторяется. И опять начинает новую волну. И ее опять проходит. И там на случай, если выплывет реклама, опять нажимает крестик. Не тут-то, блин, было. В большинстве реклам крестик был вот здесь в правом верхнем углу. А в некоторых рекламах нужно было жать вот здесь, там, на кнопку закрыть. И если там автокликер нажимал на мнимый крестик, который должен был быть там в правом верхнем углу, то он переходил на сайт рекламодателя и все. И автокликер ломался. Короче, вот такая вот... Ну, такая вот несправедливость. Допустим, вот даже вот здесь. Здесь уже автокликер мой бы работал нормально. Ну, ладно, я надеюсь, что вы меня поняли. Как бы то ни было, здесь реклама меня радует. Небольшая рекламка, а у нас уже 41 тысяча на счету. Плюс уровень. Уже 15. Так, и 47. 40 тысяч голды, это нам мало, короче. Нам надо еще примерно десяточку заработать, чтобы нанять героя. Ребята, давайте справляйтесь. Что, не справляйтесь вообще, да? Совсем не справляйтесь. Вам, наверное, героя не хватает, чтобы справляться. В общем, без героя вы не герои нифига. Победа. 48 тысяч. Ну, еще одну волну сейчас одолеем, и тогда сможем нанять героя. Вот что по героям, я не знаю. Я сейчас, конечно, найму какого-нибудь, но там оставляйте ваши комментарии. Может быть, есть какая-то абсолютная имба. Может быть, кто-то лучше, может быть, кто-то хуже. А, в общем, это это. Можете советовать. Я вот так, в принципе, там посмотрел описание героев. Ну, мне показался... Я вот сейчас скажу. Я на телефоне играл, но я недалеко ушел. Но я сначала нанял вот такого героя, Тони. У меня... Или не Тони. А, этот золото дает. Нет, я другого нанимал кого-то. А, Эдварда, по-моему. Да, вот, Эдвард. Он делает так, что все призванные юниты получают повышенный дамаг на 10%. И также он еще сам по себе призывает двух рекрутов. Каждые 15 секунд. И, ну, вот, в принципе, я его нанял. Он у меня бился. Был вроде не слаб. Потом я посмотрел вот на этого парня Дин. И посмотрел, что он, типа, наносит дамаг по области. 10% от урона. Ну, и я посмотрел, вот здесь у него, там, типа, 220-500. А у Эдварда 110. Ну, типа, это силы. Я посмотрел. О, господи, этот в два раза мощнее. Да еще бьет по области своим каким-то скиллом. Подумал, что Дин может быть круче. Взял Дина. Ну, у меня был Эдвард и был Дин. И какую-то одну и ту же волну попробовал. И у меня, ну, как бы, Эдвард выдал больше дамаги, чем Дин. И поэтому я так подумал, да нет. Все-таки Эдвард лучше. Ну, не знаю. Может быть, как бы, может быть, кого-то другого стоит брать. Если что, оставляйте комментарии в описании. Возвращение 50 тысяч, это, ну, это дорого вот только сейчас. Поначалу, на самом деле, это не такие, там, я не знаю, огромные деньги. Если что, мы его потом заменим на кого-то другого. Если он не оправдает надежд. Ну, пока что, видите, какой молодчик там что-то призывает. Каких-то героев сражается. В общем, молодец. Босс, смотрите, эй, ты куда? Ну-ка, стой. Ребята, уничтожьте его. Так, ну что, ребятки. Посмотрел еще одну рекламу. Прибавилась бабла. Можем дальше продолжить. Ну, там, качать наши деревья. Трофеи, чтобы еще больше голды зарабатывать. Ну, давайте я, наверное, это. Я думаю, закончить видео. Трофеи я, может быть, даже покачаем маленько за кадром. Я сейчас хочу улучшить наш замок. Смотрите, у нас после одного улучшения появилась возможность здесь что-то построить. А что мы можем построить? Все постройки такие, смотрите, дорогие. 200 тысяч. Я не знаю, 150 тысяч. И, кстати, постройки имеют очень большой эффект. Смотрите, что у нас здесь есть. Допустим, минус 15% кулдаун. Я думаю, это очень круто. То есть на 15% быстрее вот эти вот все Дороти, Алисы, я не знаю, Зевсы будут применять свои скиллы. То есть быстрее, опять же, создавать новых бойцов, быстрее дамажить врагов. Дополнительное золото, урон героя, лучники получают 30 урона дополнительного. Быстрое восстановление маны, увеличенное здоровье крепости. Ну вот бар тоже вроде как говорят, что он, по крайней мере, по деньгам очень круто стоит. Он увеличивает количество призываемых людей. То есть люди, призванные, их становится в два раза больше, но они наносят на 25% меньше урона. Но это как бы не беда, да? То есть если два человека, то есть если один боец наносит, грубо говоря, предположим, 100 дамаги, если их будет двое, но каждый из них будет наносить на 25% меньше урона, то они вдвоем, все равно они будут наносить, вдвоем они будут наносить 150% дамаги, да? А хп у них будет точно так же. Ну то есть 150 будут наносить дамаги, это круто. Так что я думаю, тоже можно брать. Единственный минус, вот здесь написано, что оно увеличивает призываемых именно людей. То есть там есть, ну вот эти вот, по-моему, я не знаю, распространяется ли это на Дороти и вот этих вот других ведьм, потому что они вроде каких-то зомби призывают, а не людей. Так что на них это может не работать, и тогда это вроде уже как не так круто. В общем, не знаю, ребята, есть у меня тут ряд сомнений. Пишите в комментариях, что лучше нам построить, поставить сюда, бар, там, я не знаю, вот эти горячие ключи или что-то еще. Пишите, какой герой, на ваш взгляд, самый лучший. Ставьте лайки, если хотите, чтобы следующий выпуск по Grow Castle вышел гораздо быстрее. Ну, а у меня на этом все. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо и всем пока.